Всех приветствую! Как вы думаете, существует ли сила мысли по-настоящему? Во что вы верите? Например, ученые, они спорят о том, есть ли сила воздействия сознания человека на физическую реальность или нет. Они спорят, и спорить они еще будут сто лет. Вы можете, если желаете, подождать эти сто лет, или сколько там они еще, может быть они будут триста лет спорить между собой, чтобы прийти к единому мнению. Пожалуйста, вы можете ждать окончания их спора, чтобы они дали вам вердикт, как думать или как не думать. Или вы можете поступить по-другому, сделать небольшой эксперимент наподобие вот этого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть можно придумать очень много отговорок, чтобы доказать свою точку зрения. Наверное, это и к лучшему. Но представьте, что все это по-настоящему. А вдруг сила мысли существует? Вдруг эти видео не монтаж? И при определенном, при правильном настрое своего разума, при нужной фокусировке сознания, когда сходится воедино множество внутренних, так скажем, настроек сознания, тогда получается вот такая демонстрация. Если же этого нету, то сколько бы я ни кидал, то нужное число не будет выпадать. Можно просидеть там до часа. Можно сидеть целый час и кидать эти кубики, желаемого результата не будет. Но как только я правильно настраиваюсь, согласно принципам силы мысли, то желаемое число выпадает. Так вот, что я заметил, что если использовать те же самые принципы для решения повседневных задач, каких-то мелких даже бытовых ситуаций, то сила мысли срабатывает точно так же, как и в результате вот с этими кубиками. Понимаете? Желаемые события, они наступают. Итак, пробуйте, экспериментируйте. Но пробуйте правильно. Помните, что если у вас не получилось, значит, это неправильные настройки сознания. Нужно что-то изменить внутри, дополнить. И тогда выпадет нужное число в кубике. Или наступит желаемая ситуация, над которой вы работали с помощью своей силы мысли. Всем желаю успехов!